Помогать Ирбиту приятно. Об этом в ходе своего визита сказал депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин. Он посетил школу номер 18 и оценил результат проделанного за лето ремонта, который отчасти был произведен и за счет дополнительного финансирования из областного бюджета. Александр Коркин вместе с директором 18-й школы Светланой Фотохуденовой и начальником управления образованием Юлией Лыжиной прогулялся по обновленной школе. Летом был проведен большой ремонт первого этажа, обустроены новые классы, в том числе кабинеты музыки и домоводства, а также заменены окна в спортивном зале. Со старыми деревянами было темно и холодно. Сейчас здесь стало намного комфортнее. Мы сегодня с вами увидели и ощутили, во-первых, стало светлее, как мы спрашивали у сотрудников данного учебного заведения, что стало сегодня в том числе еще и тепло. То есть это замечательно. Автоматическое опроветривание включает в момент перемен. И сумма была более 800 тысяч, то есть одному это нужно было растягивать на два года. С Виктором Анатольевичем мы поговорили, договорились, что совместно одним проектом мы сразу же поменяем полностью с обоих сторон окна в спортзале. Получить дополнительное финансирование от области стремятся практически все территории. Но в первую очередь помощь оказывают тем, у кого есть планы и сметы, и кто готов потратить выделенные дополнительно средства быстро, грамотно и по назначению. На совещании с начальником управления образованием Ирбита депутат ЗАГС Собрания обсудил возможность оказать помощь и другим образовательным учреждениям города. Чтобы у них был некий план понимания в текущем ремонте и в капитальном ремонте учебных заведений. Это же не только школа, это же и детские сады на территории города Ирбита. И вот согласно этому плану необходимости в первую очередь, плюс предписание надзорных органов, прокуратуры Роспотребнадзора, это все у них учитывается. Исходя из этого, с министром образования Юрием Ивановичем Бектугановым будем разговаривать о том, чтобы при возможности, как только таковая будет, дополнительное финансирование обязательно нужно, потому что мы сегодня на наших детишках экономить ни в коем случае не можем, нельзя. Поэтому будем делать все для увеличения дополнительного финансирования. Кроме официального, в плане визита Александра Коркина стоял и торжественный момент. Ирбитским работникам средств массовой информации Александр Викторович вручил благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов. Вы несете всю ту информационную составляющую, которую наши жители ждут. Это местная новость, и они всегда с удовольствием смотрят именно то, что в них находится и произошло рядом. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС РБИТ.